Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! В истории израильского народа есть вещи, которых нам следовало бы избегать. Это ропот, нетерпение, склонность давать Богу обеты и неспособность их исполнить, идолопоклонство и многое другое. Вместе с тем, особого внимания и даже подражания заслуживает их преданность делу Божью и повиновение Богу в критических ситуациях. В прошлой передаче мы говорили о том, что при строительстве Скинии все работы были выполнены в точности, согласно плану, предложенному Богом на горе Синай. Если бы хотя бы один шест был сделан не так, как усмотрел Бог, все строение оказалось бы негодным в очах Господних. Если бы в Скинии не было сделано все по образцу, показанному на горе, то в результате не было бы замечательного события, описанного в конце последней, сороковой главы книги «Исход». Итак, давайте вместе с доктором Мак-Ги последуем за умельцами к месту строительства Скинии и узнаем, чем кончается вторая книга Моисея – «Исход». Текст лекции читает Владимир Сорокин. Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы остановились на 18 стихе из 38 главы книги «Исход». Мы говорили о том, что одно учение Христа не спасает нас. Спасает только смерть Христа на кресте. Вот почему в Скинии находился медный жертвенник. Вессонная завеса была символом отделения человека от Бога. Хотя подножия Скинии были сделаны из серебра, подножия для ограды были медными. А медь, как мы уже убедились, символизирует наказание. Недаром у Христа, образ которого предстает перед нами в 15 стихе 1 главы Откровения, «Ноги, подобные Халкаливану». Повторяю, грех должен быть наказан. Человек должен признать, что он грешен. Он не может предстать перед Богом, пока не наказан его грех. Крючки у столбов из связи с Скинии были сделаны из серебра. А серебро олицетворяет искупление. Изгоредь внешнего двора не пускает человека внутрь. Но Бог предусмотрел путь для человека. На этом пути грех наказывается, а человеку дается искупление, в результате чего он облачается в праведность Христа. Какой чудесный образ! Посмотрите на Скинию, и вы увидите и поймете суть Евангелия. Бог в Ветхом Завете дал нам Евангелие в виде картинки, образа. Человек не мог перебраться через завесу, поэтому у двора Скиния существовал вход. Прочтем 18 стих 38 главы. Завеса же для ворот двора узорчатая работа из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и скрученного весона длиною в 30 локтей, вышиною в 5 локтей по всему протяжению, подобно завесам двора. Все материалы и все расцветки символизируют личность Христа. Мы уже это обсуждали, но повторение всегда полезно. Голубой цвет свидетельствует о том, что он пришел с небес как Бог. Червленый цвет говорит о его человечности и о крови, которую он пролил ради человечества. Смесь голубого и червленого дает пурпурный цвет, символ царственности. Христос был рожден царем евреев. Ворота были такой же высоты, что и изгородь, более двух метров, и поверх них заглянуть было бы трудно даже баскетболисту. Во двор можно было попасть только через ворота. Они были широкие, пройти мог любой грешник, но это был единственный вход. И Христос сказал, что он есть путь, истина и жизнь. Мне всегда радостно вспоминать о том, что эти ворота и есть тот самый путь. Еще один вход, который приводил человека к Богу – вход в освятилище. Этот вход и есть истинно. Христос сказал, что если мы хотим поклоняться Богу, мы должны поклоняться Ему в духе и истине. Не хочу казаться резким, но поклонение в кавычках в церкви, которая отрицает то, кем является Христос, и то, что Он сделал, не является истинным поклонением. Вы должны поклоняться Ему в истине. Вы просто не можете поклоняться Христу и в то же время отрицать Его божественность и тот факт, что Он умер ради вас. И, наконец, последний вход приводил человека во святое святых. Он вел через завесу, которая символизирует жизнь, отданную Христом на кресте. Когда Христос умер, эта завеса разорвалась надвое, сверху донизу, возвещая, что путь к Богу теперь открыт. Это и есть жизнь. Таким образом, Христос есть путь, истина и жизнь. А сейчас я хочу привлечь ваше внимание к вопросу о том, кто же такие сыны Божии. Бог никогда не называл отдельных израильтян сынами. И эта проблема волнует людей до сих пор. Кто же такие евреи? Является ли евреем тот, кто еврей по рождению, или же человека делает евреем его вера? В Ветхом Завете, чтобы быть евреем, вы должны были родиться евреем. А Бог заботился о том, чтобы каждый мог получить искупление. Израиль, таким образом, был избранным народом. Но при этом каждый человек лично должен был получить искупление. И это значит, что каждый человек должен быть возрожденным. Теперь я читаю двадцать пятый и двадцать шестой стихи. Серебра же от исчисленных лиц общества сто талантов и тысяча семьсот семьдесят пять сиклей священных с шестисот трех тысяч пятьсот пятидесяти человек с каждого поступившего в исчисление от двадцати лет и выше по полсиклю с человека, считая на сикль священный. Евреи приносили серебро, потому что этот металл символизировал искупление. Каждый израильтянин должен был получить искупление, чтобы его принял Бог. Мы искуплены драгоценной кровью Христа, и она более драгоценна, чем серебро или золото. Кроме того, не все израильтяне были спасены. Спасен был только остаток народа. Равно как и не все христиане окажутся в числе спасенных. В наши дни принадлежность к церкви еще ни о чем не говорит. Вы должны быть искуплены, и народ израилев должен был получить искупление. Прочтем двадцать седьмой стих. Сто талантов серебра употреблено на вылете подножий святилища и подножий у завесы. Сто подножий из ста талантов по таланту на подножие. Подножия были сделаны из материала, символизировавшего искупление. Вот на чем стояла скиния. Она покоилась на серебре на искуплении. Каждый отдельный человек должен был лично принять искупление, которое выислось и Христе. Каждый должен заплатить цену искупления. Но какова эта цена? Она не измеряется ни серебром, ни золотом. Условие одно. Вы должны испытывать жажду. Вы хотите испить воды жизни? Вы можете получить ее бесплатно. Спасение можно получить бесплатно. Но нельзя сказать, что она досталась дешево. Богу оно стоило всего. Он отдал своего сына, чтобы он умер на кресте и заплатил цену искупления. Мы искуплены его кровью. Когда израильтяне вошли в свою землю, они должны были заплатить цену искупления, если хотели быть причислены к искупленным. Слава Богу, за нас эта цена уже заплачена. Искупление не стоит денег. У него нет цены. Вы должны лишь чувствовать жажду принять его. Вы хотите спастись. Вы осознаете, что вам это необходимо, что вы грешны. Тогда приходите. Цена заплачена. Христос уже пролил свою драгоценную кровь за вас. И потому вы можете прийти к Богу. И Он примет вас через Христа. Теперь мы обратимся к 39 главе книги Исход. В ней мы прочитаем о священных одеждах для служения. О Эйфоде, Наперснике, Ризе, Кидаре и о том, как все это было представлено Моисею и одобрено им. Первосвященником был Аарон, и все его одежды символизировали личность Христа. Я читаю первые и вторые стихи этой главы. Из голубой же, пурпуровой и червленой шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище. Также сделали одежды священные Аарону, как повелел Господь Моисею. И сделал Эйфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весона. Одежды эти называются священными, потому что они отделены для служения Богу. Теперь прочтем пятый стих. И пояс Эйфода, который поверх его, одинаковой с ним работы, сделан был из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученного весона, как повелел Господь Моисею. Пояс этот был соткан необычным образом. Первосвященник одевал восемь одежд, четыре из которых одевались и остальными священниками. А вот четыре одежды, которые были только у него, отделяли его от остальных. Это были одежды, славы и величия. Это еще один образ нашего великого первосвященника Господа Иисуса Христа со всей его чудесной благодатью и славой. Вся одежда первосвященника была символична. В великий праздник очищения, когда Аарон приносил кровь во святое святых, он снимал все свои одежды, славы и величия, и оставался только в простых вессонных одеждах, таких же, как у остальных священников. Он должен был приходить к Богу без украшений, и он должен был предварительно очиститься. Вессон, из которого были сделаны одежды священников, символизирует праведность. В одиннадцатом стихе, пятьдесят второй главы книги пророка Исаии, говорится «Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого, выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни». Бог и сейчас говорит это. Я ни за что не поверю, что Бог будет использовать грешного священника, учителя или мирянина, какими бы выдающимися талантами они ни обладали. Бог не примет их служение, потому что оно представляет собой сено и солому. Мы должны быть облачены в праведность Христа и должны жить соответствующей жизнью. Вот чему учат эти простые одежды священников. Интересно отметить, что когда Аарон входил во святое святых, чтобы принести жертву для искупления людей, он снимал свои одежды славы и величия. Когда Господь Иисус Христос пришел на землю, он не отказался от своей божественности, но он тем не менее отложил свои божественные привилегии. Он отложил божественную славу и пришел на землю как человек. Он родился как обычный ребенок. Люди искали царя, а не младенца. А потом он стал жертвой за грех. И он умер, оставаясь в человеческом облике. Будет не совсем точно утверждать, что Бог умер на кресте. Ведь что значит слово «смерть»? Когда Христос умирал на кресте, он был отделен от Бога. В божестве произошел раскол. Когда Христос, не знавший греха, стал жертвой за грех, как говорится в 21 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам. Но даже в тот момент Бог был со Христом, примиряя с Собою мир. Так говорится в 19 стихе той же самой главы. «Это тайна, которая для меня непостижима». Я читал работы многих богословов, но и для них эта тайна тоже непостижима. Итак, одежды, величие и славы были поистине прекрасны. Первосвященник был одет богато и ярко. На нем был и фот с двумя камнями оникса, по одному на каждом плече. И на каждом из камней были высечены по шесть имен колен Израилевых. Это символизирует силу и мощь нашего Господа, нашего великого пастыря. Когда теряется одна овца, наш великий пастырь находит ее, он берет ее себе на плечи и возвращает в стадо. Хвала Богу за то, что у нас есть пастырь, который может на своих плечах вернуть нас в стадо. Он способен всегда спасать приходящих через него к Богу, как говорится в 25 стихе 7 главы послания к евреям. На первосвященнике также был наперстник, который напоминал жилет. В нем было двенадцать камней, и был он очень красивым. Вполне возможно, на нем был какой-нибудь карман, в котором хранились урим и тумим. Урим и тумим имели какое-то отношение к предсказаниям, хотя нигде и не говорится, как их использовали на практике. Эти двенадцать камней на наперстнике символизируют тот факт, что Христос носит нас у Себя на сердце. Он любит нас. В шестнадцатом стихе 3 главы Евангелия от Иоанна говорится, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». И камни эти символизируют великую любовь Бога к нам. На Рези и Фода, как мы знаем, были золотые позвонки и яблоки. И во время службы эти позвонки издавали звон, когда первосвященник входил во святилище. Яблоки символизируют плодородную жизнь верующего. Позвонки же являются свидетельством об этой жизни. Когда первосвященник находился в святилище, то израильтяне, наверное, говорили, «Да, он там поклоняется и служит за нас. Мы слышим, как звенят позвонки». Это и было поклонением. Первосвященник представлял народ перед Богом. Когда я был еще совсем молод, в одной из церквей, где я служил, был брат, который меня очень воодушевлял. Он был настоящий Божий человек. В воскресенье утром он обычно подходил ко мне и говорил, «Сегодня вы звонили в колокольчик». По правде говоря, ни в какой колокольчик я не звонил, но тогда читал очень слабые проповеди. Он хотел сказать мне, что он смог приблизиться ко Кресту через мою проповедь Слова Божия. Я хочу вспомнить здесь также и о том мальчишке, который как-то подошел ко мне в Джорджии. Это был обычный деревенский мальчик. После службы он дождался, когда все выйдут из церкви, а потом взял меня за руку и со слезами на глазах сказал, «Я никогда не думал, что Иисус так прекрасен». Он хотел сказать что-то еще, но не смог, отпустил мою руку и вышел из церкви. Я смотрел, как он идет по хлопковому полю. На глаза мои навернулись слезы, и я думал, «Боже, саделай так, чтобы после моих проповедей люди всегда говорили, «Я никогда не думал, что Иисус так прекрасен». Людям было приятно слышать позвонки первосвященника, и все его одежды представляют собой чудесный образ. На его кедаре была надпись «Святыня Господня». Это значит, что первосвященник полностью отдан служению. Святой – это тот, который отделен для служения Богу. Я бы хотел кое-что сказать сегодняшним проповедникам. Я служу священником уже очень долго, и вижу, сколь многие люди хотят, чтобы проповедник делал для них все на свете. Он должен не только проповедовать, но и общаться со всеми, ободрять их, пожимать руки, заботиться о других и так далее. Неудивительно, что нервы многих проповедников не выдерживают такой нагрузки. Они ведь оказываются всего лишь няньками для младенцев во Христе, которых они всячески ублажают. А ведь проповедник, который стоит сегодня у кафедры, должен носить кедар с надписью «Святыня Господня». И у него должно быть время, чтобы готовить проповеди. Он должен больше времени проводить в молитве перед Богом. Меня поражает, как часто люди хотят пригласить к себе в гости проповедника именно в субботу вечером. А ведь как раз в это время он должен размышлять и готовиться. Мы должны осознать, что проповедники должны носить кедар. А без него наше служение не достигнет своей цели. Давайте сейчас перейдем к последней сороковой главе книги «Исход». В ней мы читаем о том, как была установлена скиния, и о том, как были освящены Аарон и его сыновья, и как облако наполнило скинию. Мы с вами уже подробно рассмотрели каждый предмет обстановки скинии и одежды священников, а потому я обращу ваше внимание только на одно обстоятельство. Когда Моисей установил скинию в лагере израильтян, произошла потрясающая вещь. Я читаю стихи с 34 по 38. «И покрыло облако скинию собрание, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрание, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось, ибо облако Господне стояло над скинией днем, и огонь был ночью в ней пред глазами всего дома Израилева во все путешествие их». Когда апостол Павел попытался определить, что отличает израильтян от остальных людей, он перечислил несколько признаков. Одним из них была слава. Израильтяне были единственным народом, у которого была слава, то есть видимое присутствие Бога. Именно это облако, или слава Божья, вело их по великой и ужасной пустыне. Когда облако поднималось от скинии, тогда израильтяне отправлялись в путь. Если же облако не поднималось, то они в тот день оставались в лагере и никуда даже не пытались идти. Они никогда не пользовались своими знаниями или мудростью. Они не голосовали, стоит ли им сниматься с лагеря. И Моисей сам не принимал никакого решения. Все решало облако. Мы иногда говорим в наших церквях, что Христос – это глава церкви. А как обстоят дела в вашей церкви? Глава ли он в вашей церкви? Идете ли вы сегодня за его облаком, или спрашиваете совета у какого-нибудь человека, который преуспел в бизнесе и пользуется уважением в обществе? Сегодня можно услышать, как люди говорят, «Хочу поговорить со священником о своих трудностях. Пусть скажет, что мне делать». Однако священник или пастор – это не личный адвокат и не консультант, который может дать совет по всем проблемам, с которыми приходится сталкиваться в жизни. Мы не в состоянии решать чужие семейные проблемы. Однако мы можем обратить внимание людей на облако славы Божьей, которое осеняет нас и по сей день, хотя большинство людей его не замечает. Это святой Божий Дух. Он и должен быть тем единственным, кто должен вести нас и направлять. Но это облако мало кто замечает. Обычно мы взываем о помощи к людям. Кому-то или чему-то, что находится вне Бога. И нам нужны проповедники, священники, учителя и верующие, преисполненные Духом Бога. Нашим церквям нужны лидеры, которые внимают только Слову Божию и которые хотят исполнять волю одного только Бога. Над церковью сегодня не видно облако, но Святой Дух Божий хочет вести и направлять нас. На этом мы закончим изучение книги Исход. Эта книга началась с мрачных, кирпичных строений Египта, а завершилась в чудесном присутствии Господа в Скинии. Именно благодаря Его присутствию израильтяне прошли трудный путь через пустыню к земле обетованной. Так и нас Бог хочет вывести из мрака и рабства греха, чтобы мы вошли в славу Его присутствия. О, Господь мой Спаситель, грани меня, на Тебя земных лет упопаю я, Нахожу я покой у Тебя в угловой, Всемогущий ты сам держишь двери мой, Меньше все по прекрасным местам прожи, И приятно наследие для души. Вижу вера Тебя, Ты твердый я моя, И с Тобой вовек не коверюсь я. Указал Ты мне славный и светлый путь, И в источнику жизни мне дал прильнуть. Радость и волнота Свети Божья лица, И блаженство в леснице Твоей всегда. Радость и волнота Свети Божья лица, И блаженство в леснице Твоей всегда. Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы, или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, Абонентский ящик, 39, Трансмировое радио. Я повторю – 194-214, Санкт-Петербург, Абонентский ящик, 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте «Радио Маяк». Расписание наших передач мы вышли всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова